Вера Молодцова, жительница поселка Горки-10, пришла к главе округа Андрея Иванова на прием неделю назад. Проблема – плохое качество воды в квартирах. Из крана течет ржавчина. По словам сотрудников станции, случилось это из-за профилактических работ. Инспекция на водозаборный узел в Горки-10 не заставила себя долго ждать. Станцию водоочистки поставили здесь осенью 2015 года, полностью модернизировав процесс по федеральной целевой программе «Чистая вода». На сегодняшний день анализ провели. Вода соответствует нормам СанПИН. А управляющие компании по всем проблемным домам прочищают трубы в стояках. Я уверен, что в ближайшие дни, даже если остались какие-то элементы ржавчины, это исчезнет и впредь больше этого не повторится, потому что регламентная работа по станции будет проводиться регулярно. Соответствующие замечания всем службам были сделаны, поставили на дополнительный контроль. Вторая точка осмотра – стройплощадка. Работа началась в ноябре 2019 года. Шум техники жителей поселка не смущает, ведь в четвертом квартале 2020 года здесь откроется многофункциональный дом культуры. Этот объект невозможно назвать просто домом культуры. Это большой многофункциональный комплекс, где будет и блок, где будет сам зал на 400 мест, в котором будут проходить мероприятия, в том числе показ кинофильмов и театральное представление. Это отдельный блок для кружковой деятельности. А еще спортивный блок, где будет тренажерный зал, универсальный зал с трибунами минимум на 150 болельщиков. Здесь смогут заниматься мини-футболом, баскетболом, теннисом и единоборствами. И если дом культуры строят с ноля, то в школе «Горок десятых» проводится комплексный ремонт корпуса без отрыва от учебного процесса. Фасады, центральный вход, крыльцо, доступная среда. Работа кипит. Успеть необходимо до конца 2019 года, чтобы в новом году дети смогли уже учиться без строительного шума. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.